Всем привет! Сегодня на канале MovePro мы приведем обзор и сравнение GoPro 5 Black и GoPro 6 Black. Поехали? Поехали! Поехали! Рви её! Давай! Рви её! Всё, распечатываем. А вы ещё... Это как этот... Девственница, да? Да, да. Первый раз в первый класс. Ну, как ощущение. Открываешь что-то новое. Всё легко, вытаскивается. Вот она, шестёрочка. Всё, что включено и всё, что не включено. Здесь у нас батарейка, кабель Type-C, одна плоская, другая загнутая липучка на тренингском скотче. То есть, всё то же самое, что было в комплекте с GoPro Hero 5. Ага. Инструкция. Краткая инструкция на русском языке. Наклеечки. А вот это вот для чего? Вот это вот. Вот это. Постамент просто. Ага. И, собственно, на рамочке теперь появилось то, что как открывать. А, это она же... Вот она. В рамочке. Так. И... А ну, положи её, да, рядом с этой. Сейчас. Всё внешне то же самое. Это тёрка от Hero 5. Да. Всё не абсолютно одинаковое. По дизайну и габаритам. И аккумуляторы, соответственно, тоже одинаковые. Да. От пятёрочек берём. То есть, все аксессуары и крепления подходят от пятёрки. Вставляем карту памяти. Sandisk Extreme. Да, кстати, по поводу карт памяти. Рекомендуемые вообще Lixar и Sandisk Extreme. Оба. И... Внимание! Сразу русский язык. О-е. Я... Правила конфициальности. Ну, чё ж делать. Согласен. А раньше было не сразу? Не было. Нужно было. И тут сразу всё на русском языке. Всё. Подстройки. Всё. Где. Как. Ощущения. Оба. Автоматически редактировать. Установить приложение GoPro. На телефон ставить инструкциям. Не показывать снова. Подключить. Отмена. Сразу предлагает законнектиться. Так, что у нас сверху? Сверху всё то же самое. Кстати, как в плане управления тактильности? Как работает? Ну, в принципе, на улице сейчас плюс шесть. Экранчик работает. Ощущается плюс два. Ощущается плюс два. Всё, в принципе, есть. Настройка камеры по умолчанию. Звуковые. Формат видео. GPS. GPS. Так. Quick Capture. Индикаторы. А! Команды. Команды. Все те же самые. Но! А чё же? Они говорили, что можно включить. А тут нет такого режима. Давай попробуем. Так. Сейчас голосовое управление. Включить. Да. В принципе, так-то адекватно работает. Как и пятёрка. Ну, пятёрка после обновления нормально стала работать. Протюн. Шли настройки. Такой чё, тут симфот показываешь. Стабилизация. Угол обзора, между прочим, на стабилизации. Там на пятёрке урезало 10%, а здесь 5%. Что немаловажно. Слабое освещение, управление звуком. Ну, всё, в принципе, всё то же самое. Ну, так, приятненько. На шестёрке у нас добавлено на 4К видео появилось 60 кадров. Выбираем. А на пятёрке? На 4К появилось 60 кадров. На пятёрке всего лишь 30. Максимальное разрешение, количество кадров, которое она выдаёт. При 4К стабилизация. Посмотрим. Съёмка в освещенном месте работает. Стабилизация недоступна. При 4К 60 кадров не работает. Если 4К выберем 30 кадров. И смотрим, стабилизация в шестёрке есть. При 4К 30 кадров стабилизация в шестёрке работает. А в пятёрке? В пятёрке недоступна. И слабое освещение тоже недоступно. Слабое освещение тоже недоступно. Но съёмка в слабосвещенном месте в шестёрке доступна при 4К 60 кадров. Но при этом стабилизация уже недоступна. Недоступна. Так, в 27К теперь, соответственно, можно выбирать 120 кадров в секунду. А на пятерке? Танет. Так, 2 СМК надо просто... На пятерке только 30. Так, при этом давай посмотрим угол. Сейчас мы угол только широкий при 120. Стабилизация видео посмотрим недоступна. Съемка в слабосвеченном месте доступна. Так, 2 СМК выбираем 60 кадров в секунду. Стабилизация доступна. Съемка в слабосвеченном месте доступна. Теперь 5. На пятерке у нас выбираем 2 СМК. Количество кадров максимальное 60. Соответственно, что у нас здесь есть? Стабилизация видео доступна. Съемка в слабосвеченном месте доступна. Так, а угол посмотри, какой можно выбрать. 3,60 кадров. И здесь, соответственно, угол широкий, средний, линейный. А еще, кстати, при 2,7 К уже при широком угле доступно сенсорное масштабирование. То есть, проще говоря, зум. Но, соответственно, этот зум не оптический. Он срезает углы. То есть, получается, картинка ухудшается. Но если надо кому-то прям срочной при съемке приблизить, то в любом случае вариант удобный. Псерки нету этого. Так, посмотрим в линейном. При линейном масштабировании есть. При SuperView уже, соответственно, масштабирование при 2,7 К нету. Так, идем дальше. Выбираем 1080. Full HD. Так, выбрали Full HD. При Full HD максимальная 240 кадров в секунду. То есть, суперзамедленная съемка. И посмотрим, что доступно при 240 кадров в секунду. Съемка в слабо-сосудочном месте недоступна. Стабилизация недоступна. Соответственно, в пятерке. В пятерке максимальная на 1080 это 120 кадров. Что доступно. Но съемка в слабо-освещенном месте доступна. Так, теперь включаем 120 кадров на шестерке при Full HD. И смотрим. Стабилизация видео доступна. Съемка в слабо-освещенном месте доступна. Углы какие могут быть? 320. Да, то есть на пятерке широкий и узкий. А на... Есть также линейный угол. На шестерке? Да, линейный, широкий и супер-широкий. И доступно масштабирование. Кстати, еще появилась новая фишка в шестерке Black. Это голосовое управление. Теперь можно не только выключать камеру, но и включать ее. То есть она находится в спящем режиме в течение 8 часов. Давайте сейчас попробуем. Проверим. Так, голосовое управление включено. Пятерочка выключена. Так, включаем голосовое управление. GoPro, выключись. Так, соответственно, пятерка и шестерка у нас выключились. Теперь давай попробуем. GoPro, включись. GoPro, снимай видео. Так, после обновления теперь нам доступна функция. Здесь вот написано будить голосом. Нажимаем включить. Вот, и, соответственно, сейчас попробуем на практике, как это работает. Так, включим пятерку. Так, окей. GoPro, выключись. GoPro, включись. GoPro, отлично. Ну вот. GoPro шестерочка. Как работает приложение на GoPro 5 Black и GoPro 6 Black. GoPro, включись. А на пятерочке приходится использовать кнопочки. Ручки, ручки. Кстати, посмотрим, как реагирует приложение по Wi-Fi. То есть на телефоне, возможно, также управлять зумом. А, кстати, еще на шестерке Black Bluetooth идет, там, новая технология 5.0 уже. Поэтому, естественно, должно работать быстрее. Что у нас здесь? Ну, небольшая. Отсняли. Теперь заходим в отснятый материал. И попробуем скачать, как это все быстро будет происходить. Нажимаем скачать. Впечатленное. В принципе, по скорости работы, как бы, таких больших отличий не заметил. Все. Сохранено. Потом можно просмотреть снято материал уже прям непосредственно в телефоне, в качестве. Можно снять. Да, кстати, стабилизация там работает. Видно, как намного лучше. Все окей. 4-5. Ну, так же лучше. Это есть. Засключил. Да. Качалось? Да, конечно. Давайте теперь разберемся со звуком. Так как камеры GoPro Hero 5 Black и Hero 6 Black водонепроницаемы до 10 метров, на микрофону стоит защитная мембрана, которая не позволяет снимать качественный звук. Для того, чтобы снимать хороший звук, вам необходим специальный переходник для микрофона. Куда можно подцепить хоть петличку, хоть направленный профессиональный микрофон. Многие сравнивают GoPro Hero 5 Black и Hero 5 Black с камерами Sony и говорят, что у них звук отвратительный. Это не совсем верное сравнение, так как камера Sony изначально не водонепроницаемая. По словам основателя GoPro Ника Вудмана, в новый GoPro 6 Black улучшена стабилизация видео благодаря новому процессору GP1, которая также позволяет снимать в более высоком разрешении 4К 60 кадров и суперзамедленная съемка в HD 240 кадров. Также она быстрее включается, реагирует на сенсор быстрее. Ну, в общем, проверим сейчас на практике. Поехали. Тест 1080 кадров на 60 фпс при включенной стабилизации видео. Вопрос, снимай видео. Да. Ходьба, теперь бег. Ходьба, теперь бег. Вопрос, стоп, видео. Выбираем разрешение 4К. 30 кадров. Стабилизация видео включена. Здесь, соответственно, на пятерке сенсор у нас реагирует хуже. Выбираем 4К. 30 кадров. Стабилизация видео здесь у нас недоступна. Посмотрим, как будет снимать. Вопрос, снимай видео. Да. Тест на суперзамедленную съемку. GoPro 6, Full HD 240 кадров. GoPro 5 Black 1080, 120 кадров в секунду. GoPro, снимай видео. Начну gefragt. Продолжение следует... Бережеет. Поехали. Бережеет.